Сотрудниками Следственного комитета и ОМВД задержаны подозреваемые в незаконной охоте. Речь идёт о жестоком убийстве беременной лосихи, которую так называемые охотники загнали на снегоходах и умертвили. Возбуждено уголовное дело, которое расследуется отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета. По версии следствия, в период с 23 по 26 февраля текущего года несколько лиц, предварительно договорившись между собой, находясь на участке местности в Череповецком районе Вологодской области, совершили незаконную охоту добычи одной особи дикого животного лося-самки. Согласно сведениям Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области, государству причинён вред в размере 400 тысяч рублей. Подозреваемые – жители Тверской и Ярославской областей. С ними проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждение уголовного дела признано законным прокурором Весегонского района. Дело взято на контроль прокуратурой Тверской области. Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту гибели двух женщин в Торопецком психоневрологическом интернате. По данным следствия, 2 марта в ночное время в двухэтажном здании психоневрологического интерната, расположенного в Торопецком районе Тверской области, произошёл пожар, в результате которого пострадали находящиеся в учреждении под опекой, признанной судом недееспособными, две женщины. Одна из пострадавших, 1958 года рождения, с ожогами была доставлена в госпитализированное хирургическое отделение больницы, где скончалась. Женщина 1938 года рождения скончалась в машине скорой медицинской помощи по пути следования в медицинское учреждение. В ходе расследования будет проверена полнота принимаемых мер руководством и работниками учреждения по обеспечению противопожарной безопасности, а также дана правовая оценка действиям бездействия работников контролирующих органов, отвечающих за проверку соответствия правил безопасности установленным законом требованным и нормам. Расследование уголовного дела продолжается.